Обратимся с благословением к Господу. Благословим же Господа хваления достойного. Благословен ты Господь, хваления ты достойн во веки и веки. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который избрал нас из всех колен, народов, племен и языков и даровал нам свою Тору. Благословен ты Господь, Дарователь Торы. Сегодня мы читаем из шестой главы книги Второзакония. Шмай Сраэля, Данай Лохейну, Аданай Эхад. Ваевта от Аданай Лохейха, Вахоль лававха, Вахоль навшеха, Вахоль маодеха. Вахол ю адаварим хаэле, Ашер анахи мецавеха, Хайом, Аль лававха, Вашинантам лебнеиха, У дарахта, У дибарта Бам ба шефтеха, Ба бейтеха, У ва лэхтеха, Ба дэрэх, У ва шахбеха, У бакумейха, Вэ кшартем леот Аль ядейха, Вэ гаю ла татафот бен энеха. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, Люби Господа Бога своего Всем сердцем своим, Всею душою своей И всеми силами своими. Помни слова, Которые я заповедую тебе ныне. Близко к сердцу прими их. Непрестанно напоминай их детям своим. Говори о них дома и вне дома, И ложась и вставая. Повяжи их себе на руку, Как знак памятный и начелие. Носи как повязку. Напиши их и на дверных косяках твоего дома, И на вратах городских. Александр, во Второзаконии, в 6 главе, 5 стихе, Своего рода появляются Три категории любви. Люби Бога твоего всем сердцем твоим, Всей душою твоей И всеми силами твоими. Что этим самым хочет нам сказать Господь Через Моисея? Это очень важный вопрос. Недаром с именно этими словами В иудаизме, Начиная, по крайней мере, Это известно нам с времен, Как минимум, Третьего века до нашей эры, Каждый иудей Зачитывал их перед сном И вставая утром. У нас самый древний библейский текст, Который есть, Это Папирус Неша. И вот о чем говорит этот текст, Его даже буквально так понимают в иудаизме, Что когда говорят, Навяжи знак на руку свою и начало, То делали такие коробочки, Вот, и эти коробочки Навязывали На правую руку И начало, А на двери Ставили тоже такую коробочку, Называется это коробочка Мезуза, А на руку и сюда Эти коробочки называются Тфилин Или филактерии. О них даже упоминается В книге Евангелия от Матфея, 23 глава. Все же дела свои делают с тем, Чтобы видели их люди, Расширяют хранилища свои, Увеличивают воскрыли одежд своих. Вот это хранилище, Это филактерии по-гречески, Это вот эти коробочки, А внутри них свиточек, И вот эти слова, Которые были зачитаны, Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь Един есть и так далее. Но очень интересно, Что при этом сам текст, Я не говорю здесь за коробочки, Это, конечно же, Однозначно В раннем иудаизме, Начиная со II века, Я говорю, Эти вещи начинают появляться, По крайней мере, При раскопках поселения Кумранитов Были обнаружены Старые филактерии, Да, Потом вот этот папирус Нэша, Такой небольшой, Узенькая такая полосочка, На которой были написаны Эти слова, Однозначно Он, Это был сверточек, Который клался Либо в филактерию, Либо на дверную мезузу, Вот, Конечно же, Вот эти вот все слова, Их нужно было, Они не были предназначены Для того, Чтобы буквально воспринимать, Однако, Две вещи, Которые Буква, Ну, Очень нужно было Именно на руку И начало, Вот посмотрите, Кроме того, Что мы зачитали, То есть, Слава, Возлюби Господа Бога Всем сердцем, Всей душой, Всеми помышлениями, Да, Еще в книге Исход, Тринадцатая глава, Где говорится Об исходе Из Египта, О памяти Об исходе, Посмотрите, Давайте прочтем Восьмой и девятый текст, Тринадцатая глава Книги Исход. И объяви в тот день И объяви в день Тот сыну твоему, Говоря, Это ради того, Что Господь Бог Сделал со мною, Когда я вышел из Египта, И добудет тебе Это знаком на руке твоей И памятником Перед глазами твоими, Табы закон Господень Был в устах твоих, Ибо рукою крепко Вывел тебя Господь Бог Из Египта. Да, Поэтому Вот эти две вещи, Возлюби Господа Бога И помни, Что Господь Вывел тебя из Египта. Я уже не буду повторять То, о чем говорилось В одном из предыдущих уроков, Где мы зачитывали Галатам 3.29, Что всякий во Христе Является тоже Наследником Авраама, А это значит и Моисея, А это значит, Что исход из Египта Это история всякого, Не только кто Идентифицирует себя По национальности Как еврей, Но и всякий, Кто является Усыновленным сыном Авраама Или дочерью удочеренной Через то, Что сделал Иисус на Голгофе. Это значит, Что исход, То есть всякий Верующий в Иисуса Должен идентифицировать Себя Частью этого народа. Частью, Да, Частью этого народа. То есть это Самая главная история Для каждого верующего, Независимость от национальности, Да, Это история спасения. Там, Американцы учат Историю президентов, Там, Джордж Вашингтон, Там, Авраам Линкольн И так далее. Но это второстепенное. Россияне, Советский народ Учил Великую Отечественную войну. Это главное. Но первое Должна быть История спасения. Вот. Поэтому Это все Вот. Первое, Да. А второе Любовь к Богу. То есть история Спасения Любовь к Богу. Что с этим делать? Вот эти вот выражения Всею душою, Всеми помышлениями, Всем сердцем. Это Такие вот Как бы Гиперболы, Говорящие О том, Что мы должны Все цело Себя отдать Любви Господу. Это Ну как бы Очень важно Когда Вообще Мы говорим О взаимоотношениях Да Очень часто Мы Читаем Всякие Информацию О том, Что вот Один Известный Актер Звезда И другой И другая Актриса Заключили брак И очень быстро Потом Почему-то Получается Развод Расключили Да Это, кстати Типичная Картина Эти актеры Очень прекрасно Играют В фильмах Мы смотрим Начинаешь Смотреть На их жизнь И видишь Что Очень мало Из них Которые Были Прекрасными Семьянинами Причина Нету Полной Отдачи В семью Нету Полной Каждого Своя жизнь И оно Заканчивается Вот так То есть Один Живет На съемочной Площадке Своей Другой Живет На съемочной Площадке Своей Естественно Когда мы Находимся В семье И создаем Семью Да У нас Есть Своя работа Но тем не менее Семья Выступает Приоритетом В данном Случае Иначе Семья Не сохранится А если Нет То Ну Лучше Тогда И не Иметь Семью Вот Так и в отношениях С Господом Тем более В взаимоотношениях С Господом Тем более Здесь конечно же Очень важно Все цело Отдаться И поэтому На руку Начало Это Знаете как по русски Говорят Заруби это себе На носу Напиши это на лбу Ну буквально Мы не рубим Все носы На лбу Татуировок Не делаем Точно так же И здесь Тут Чтобы это Врезалось У тебя В память Чтобы Господь Занимал У тебя Первое место Спасибо Я бы хотела Зачитать Второзаконие Шестая глава Второй стих Дабы ты боялся Господа Бога твоего И все постановления Его и заповеди Его Которые сегодня Заповедую тебе Соблюдал ты И сыны твои И сыны сынов твоих Во все дни жизни твои Дабы продлились Дни твои Разбирая Этот стих Записанный в Библии Непосредственно Задается вопрос Какая разница Между Повиновением Из-за любви К Богу И повиновением Из-за страха К Богу Это то же самое Можно сравнить Когда дети Слушаются своих родителей Из-за любви Или когда Из-за страха Наказания Вот это выражение Боялся Оно очень часто Не совсем хорошо Переведено На русский язык Еврейское слово Ерат Адонай Страх Божий Это интересное выражение Вот Можно посмотреть Этот текст В переводе Кулакова И это для того Чтобы вы Во все дни жизни своей Все вы Ты Твои дети Твои внуки Глубоко чтили Господа Бога своего Соблюдая все Его установления И заповеди Которые я завещаю тебе И могли наслаждаться Долгой жизнью О Обратите внимание То есть здесь Не страх А почитание То есть Ерат Это не Страх Вот Ты правильно Сказал Страх У нас Ассоциируется Неизвестностью И наказанием Вот такой страх Это Похад Когда человек Трусится Да Трятется Вот Здесь Нет Ерат Это Почитание Интересно Здесь Увидеть Несколько Текстов Вот Например Что сказано В книге Йона Когда Йону Обнаружили Корабельщики Во время Шторма И спрашивают А кто Ты такой Обратите Внимание Книга Йона 1.9 И он Сказал Им Я Еврей Чту Господа Бога Небес Отворившего Море И Сушу Вот То есть Видите Чту И Иврия Нахи В Адонай Элогейха Эдхашамайм В Эдхарет Ани Йоре То есть Вот Он говорит Я чту Ани Йоре Я боюсь Бога То есть Это он говорит О том Кому он Поклоняется Интересно Что Говорится О страхе Божьем В Псалме Псалом 110 Стих 10 Начало Мудрости Страх Господень Разум Верный У всех Исполняющих Заповеди Его Хвала Ему Пребудет Во век О Обратите Внимание На параллелизм Страх Господень Это Вот Опять же Я не знаю А вот Как Как у Кулакова Переведено И Благоговение Перед Господом Есть Начало Мудрости У тех Кто Заповеди Его Исполняет Разум Верный Слава Ему Вовек Обратите Внимание Боязнь Наказания Вот так Как мы Понимаем Страх Она не Сделает Человека Мудрым Она может Сделать Человека Хитрым Потому Что Когда Ребенок Что-то Делает Из Боязни Он Рано Или Поздно Научится Вывернуться Как Обмануть Тех Кто Его Будет Наказывать Здесь Нет Здесь Начало Мудрости То есть Поэтому У Кулакова Почитание Да Благоговение Вот И это Связано С мудростью Поэтому Здесь Вот в этом Смысле Бог Говорится Научись Бояться Господа Это Это Значит Что Нужно Исполнять Заповеди Потому Что Если Не Исполнишь Да Вот Как Сейчас Актуально В некоторых Штатах Странно Вот Например Новая Зеландия Мне Рассказали Там Полнейший Локдаун Я спрашиваю А что Будет Если Ты Выйдешь Купить Чашечку Кофе 500 Долларов Я слышал В Орегоне Тоже Вводятся Штрафы Ну да Неприятная Новость То есть Здесь Не в этом Вопрос Когда Мы читаем Вторую Текст Дабы Ты боялся Господа Бога То тут Не вопрос А что Будет Если Я не буду А тут Вопрос Пойми Что это Для тебя Самое Главное Хотя Дальше Мы будем Видеть Что Если Человек Не научится Это делать Если он Не будет Жить По заповедям Божьим То Будут Последствия Не самые Хорошие Но Тут Нужно Еще Один Момент Понять Когда Мы Об этом Говорим Когда У нас Есть Трансформаторная Будка И там Написано Я помню Четко писали Не влезай Убьет Вот Так ведь Это ж правда Вот не надо Туда лезть Там высокое Напряжение Живым Не останешься Хорошо Александр Вот Нам Довольно Часто Приходится Слышать Такие Фразы В наш Адрес Как Ах Вы же Законники Вот Хотелось Бы Понять Почему Так Говорят Что Такое Вообще Законничество И Является Соблюдение Заповедей Законничеством Ну Вообще Слово Законник Оно Абсолютно Вырвано Из Контекста Да Откуда Взято Вот Это Такое Отношение Вот Например Евангелие От Луки Одиннадцатая Глава Пятьдесят Второй Текст Горе Вам Законникам Что Вы взяли Ключ Разумение Сами Не вошли И входящим Воспрепятствовали Тут Есть Одна Проблема Очень Многие Христиане Интерпретируют Понятие Законничество Как Соблюдение Заповедей Божьих Это Не так Законники Есть Хорошие А Есть И Плохие Я Вам Например Одного Законника Вот Возьмем Историю Из Евангелия От Марка Двенадцатая Глава С Двадцать Восьмого По Тридцать Первый Текст Сначала Один Один из Книжников Слыша Их Прение И видя Что Иисус Хорошо Им Отвечал Подошел И спросил Его Какая Первая Из всех Заповедей И Иисус Отвечал Ему Первая Из всех Заповедей Слушай Израиль Господь Бог Наш Есть Господь Единый И возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим И Всею Душою Твоей И Всем Разумением Твоим И Всею Вот Первая Заповедь Вот Это Очень Интересно Потому Что Параллельный Текст Евангелия От Матфея 22 35 Говорит Что Один Законник Так Ну Я Сейчас Не буду Касаться Проблемы Что Значит Искушаем Но Я Хочу Чтобы Мы Посмотрели Чем Заканчивается Этот Разговор И Так Иисус Говорит О Заповедях А вот Что Отвечает Книжник Почему Я беру Именно Историю Из Евангелия От Марка Потому Что Матфея Она Не полная А в Евангелии От Марка Полный Диалог Между Иисусом И Законником Книжником Прочитайте Пожалуйста С 32 По 34 Текст Книжник Сказал ему Хорошо Учитель Истину Сказал ты Что Один Есть Бог И Нет Иного Кроме Его И Любить Его Всем Сердцем И Всем Умом И Душой И Крепостью И Любить Ближнего Как Самого Себя Есть Больше Всех Всесожжений И Жертв Иисус Видя Что Он Разумно Отвечал Сказал ему Недалеко Ты От Царствия Божия После Того Никто Уже Не Смел Спрашивать Его Законник Недалеко От Царствия Божьего Вот Этот Разговор С Иисусом Он Очень Положительный Здесь Не Правда Ли Не Все Законники Являются Отрицательными Персонажами Библии То Есть Быть Законником Это Абсолютно Вот По Библии Не значит Что это Плохо Вот смотрите Один из Законников Был Сотрудником Сработником Апостола Павла Посмотрите Послание К Титу Третья Глава Тут Речь Идет О том Как Павел Дает Распоряжение По поводу Своих Сотрудников Сину Законника Яполоса Позаботься Отправиться Так Чтобы У них Ни в чем Не было Недостатка О Тут Проблема В чем Опять же У многих Христиан Из-за Определенного Предвзятого Отношения К Божьему Закону Божьим Заповедям А это Предвзятое Отношение Во-первых Унаследовано Из католицизма Где Говорилось Прямо О том Что Моисеев Закон Злой Да Еврей Который Принимал Становился Обращался В христианство От него Требовали Публично И он Говорил Эти слова Публично Перед церковью Перед епископом Говоря Ваша честь Я Отрекаюсь От соблюдения Злого Закона Моисеева И Для этого Чтобы продемонстрировать Он Должен был Публично Кушать Свинину Вот Чтобы Показать Что это Злой Закон Лютер Воспринимал Закон Моисеев Тоже Абсолютно Неправильно Потому что Лютер У него Оправдание По вере А не По делам Ну Делами Оправдывались В католицизме Потому что Там Очень четко Было Вот на одной Чаше весов У тебя Грехи А на другой Чаше У тебя Добрые дела Но Католицизм Как и православие Говоря о том Что Добрые дела Могут Перевесить Твои грехи Имели ввиду Эпитимии То есть Например Добрым делом Считалось Пожертвовать Там На Нужды Монастыря Там Пойти В паломничество Там К какой-то Христианской Святыне Это считалось Добрым делом Ну В конце концов Это мы знаем Свелось К Коммунитарным Таким вещам Типа Индульгенции Вот Лютер Восстал Против этого Абсолютно Правильно Заявляя Что Не церковь Нас спасает Бог А не добрые И не добрые Дела А вера Но проблема В том Что он Как бы Перегнул Палку Он воспринял То что Написано В Торе Как закон Моисеев И список Добрых дел С помощью которых Еврей Должен был В Ветхом Завете Спасаться Это Абсолютно Не так Именно Вот таким Образом Современный Христианин Запрограммирован Против Заповедей Божьих И поэтому А законник Это тот Который Соблюдает Закон В Библии Это не так Кто такой Законник Законник Это выпускник Равинской школы Фактически Юрист По профессии То есть Вот это Зина Или вот Сот Законник Да они просто Юристы были Но Проблема в чем Проблема в том Что юриспруденция Того времени Она была основана На Торе И Естественно Дальше Тора была Основой Этой юриспруденции А уже Дальше Из принципов Которые были Изложены В Торе Выводились Этические Нормы Понятия Которые Потом Были Кодифицированы В Мишне Позже Уже Ну а дальше Развивались В Гемаре Вот Поэтому Вот у нас Появился Такой Талмуд Но Это все Нормальная Юридическая Работа Для того Чтобы Определить Это этично Или Это Неэтично Это не значит Что Оно Плохо Или Хорошо Но Проблема В том Что конечно же Есть и другая Сторона Медали А именно Это Христианский Перфекционизм Вот Его Неправильно Называют Законничеством То есть И причем Что интересно Его Называют По-английски Легализм Но Правильнее Сказать По-русски Перфекционизм Перфекционисты Есть Во всех Христианских Деноминациях И там Основной Вопрос Это Как раз Вопрос Если Ты Недостаточно Хорош То Ты Или Идешь В ад Или Теряешь Спасение Разные Есть Вопросы Но То что мы Видим Читая Книгу Второзаконие Мы видим Постоянно Научись Жить По заповедям Божьим Потому что В них Есть Благословение Будешь жить Вот Будешь идти По пути Вот Бог дает Путь Эти заповеди Они Как бы Как Столбики Которые Указывают Тебе Лучшую Дорогу Чтоб Ты Не Свалился В кювет Вот Об этом Пишет Нам Псалом 18 Прочтите Пожалуйста Стих С 8 По 12 Закон Господа Совершенно Укрепляет Душу Откровение Господа Верно Умудряет Простых Повеление Господа Праведны Веселят Сердце Заповедь Господа Светла Просвещает Очи Страх Господень Чист Прибывает Во век Суды Господней Истинной Все Праведны Они Вожделение Золота И даже Множество Золота Чистого Слаще Меда И капель Соты И раб Твой Охраняется Ими В соблюдении Их Великая Награда То есть Раб твой Охраняется Ими То есть Это Очень важная Концепция Для чего Нужен Этот Совершенный Закон Не для того Чтобы Рассуждать Так Вот там Сидит Бог С дубиной И если Я не буду Выполнять То что Он мне Авторитарно Диктует С неба Он мне Как Заедет Дубиной По голове И все Нет Бог Совершенно Другую Цель Ставит Бог Хочет Чтобы Закон Вот эти Вот вещи Которые Он дает Вот эти Повеления Они Праведны Чтобы Заповедь Господа Просветлила Наши очи Чтобы нам Было Видно Вот Потому что Раб твой Охраняется Они Для нашей Охраны Для того Чтобы мы Жили Спокойно Вот Поэтому Здесь Закон Нельзя Рассматривать Как Кнут И пряник Закон Это Однозначно Вот Если мы Так Будем Мы должны Это Понимать Поэтому Это все Должно Быть Пропущено Через Наш Разум Через Сердце Должно Стать Образом Нашей Жизни Я тогда Хотела бы Задать вопрос А значит ли Несоблюдение Одной заповеди То что мы Не любим Господа Это очень Важный Вопрос Об этом У нас Написано В двух Местах Сначала Евангелие От Иоанна 14 15 Если любите Меня Соблюдите Мои Заповеди И Также 1 Иоанна 5 3 Ибо Это Есть Любовь К Богу Чтобы Мы Соблюдали Заповеди Его И Заповеди Его Не Тяжки Вот Это Один И тот же Эти Слова Здесь Он Цитирует Слова Иисуса Ну Если вы Говорите Что вы Меня Любите То То Что Я Вам Даю Доверяйте Мне Что Это Хорошо Для Вас А Первом Послании Уже Иоанн Пишет Что Такой Любовь Богу В принципе То же Самое Но Он Добавляет А Заповеди Его Они Не Тяжки Они Не Тяжки Вот Это Очень Важно К Сожалению Особенно Начиная Я скажу Так Исторически Особенно Начиная С середины 18 Века Когда В христианстве Начало Распространяться Движение Соблюдающих Субботу Задолго До того Как Вообще Появился Адвентизм Особенно Соблюдающие Субботу Были Это Расширялось Среди Верующих Баптистов В 18 19 Веках Образовалась Даже Отдельная Деноминация Которая Так и Называется Баптисты Седьмого Дня Вот И Чтобы Противостоять Этому Вот Кстати Тут Не секрет Что Именно В среде Баптистов Это очень Большое Движение Вот Противление Субботы Оно Всегда Очень Очень Сильное И Связано Оно Исторически Именно С присутствием Баптистов Седьмого Дня Потому что Есть Разные Направления В баптизме Есть Например Баптизм Кальвинистского Направления То есть Там Верят В предопределение Вот У нас Есть Огромная Церковь Здесь Там Где мы Проживаем В Ванкувере Где Именно Вот Идеи Кальвина О предопределении Проповедуются Но Не все Церкви Баптистские Есть Тоже Не менее Большие Баптистские Церкви Здесь В Портланде Где Не проповедуется Учение Кальвина Вот Ну и Также Особенно В девятнадцатом И восемнадцатом Веках Было Огромное Количество Баптистских Общин Потому что Баптистское Движение Оно не пошло Путем Создания Единой Церковной Организации Каждая Община Она Независима То есть Это Конгрегационалистская Структура В их Экклезиологии Вот Но Там Там Было Вот Очень Сильное Движение Именно Баптистов Седьмого Дня И Были С другой Стороны Очень Сильно Те Которые Противостояли Этому Движению И Сопротивлялись Некоторые Например Служители Известная История Организации Совершенно Другой Новой Динаминации Называется она Церковь Христа Основателем Которой Был Александр Кембел Который На протяжении Кого-то Времени Долгого Ну Не очень Долго Он был Служителем Баптистской Церкви До этого Он был Служителем Пресвитерианской Церкви Он принял Весть Баптистов О Крещении В Зрелом Возрасте Перекрестился Стал Баптистским Служителем Но Ушел Из Баптистского Движения Потому что Он увидел Много Баптистов Седьмого Дня Он в этом Увидел Угрозу И Церковь Христа Она основана Очень на Таких Жестком Таком Принципе Что Кембел Говорит Никогда В жизни В нашей Церкви Не будет Проповедоваться То Что Ветхий Завет Имеет Такое Же Значение Как Новый Базовет Да И Вот Такие Деноминации Они Вот И Вот Такую Риторику Эта Риторика В основном Не против Закона А достаточно Мне Извините Что я Перебил Достаточно Для спасения Соблюдения Всех Заповедей А вообще Твой вопрос Аня Это не совсем Правильный Вопрос Почему Соблюдение Заповедей Это Не Способ Зарабатывания Спасения То есть Когда ты Ставишь Вопрос А достаточно Ли Для спасения Вот Так вопрос Не стоит Соблюдение Заповедей Это Божий Путь Который Является Следствием То Что мы Доверяем Что то Что Бог Нам Говорит Это Есть Верно У нас Нет Сомнений В том Что если Бог Это Нам Заповедал То Значит Это Нужно И вот Здесь Именно Поэтому Вопрос Ставится Совершенно Другой Опять же Возвращаясь К Вот Этой Дискуссии Которая В протестантизме Присутствует Это Касается Вот Даже Вопрос Который Ты Ставишь Ни У кого Никогда Не Возникает Сомнения Например В том Что Не Надо Соблюдать Заповедь Не Пролюбодействуй Ни У кого Не Возникает Сомнения Вопрос Соблюдения Заповеди Не Пожелай Только В вопросе Помни День Субботний И Вот Тут Возникает Вроде Мне Постоянно Спрашивают Мои Хорошие Друзья Говорят Братик Скажи А если Я Не Буду Соблюдать Субботу Неужели Я Не Спасусь Ну Здесь Вопрос Один Если Суббота Это Заповедь Христа То Иоанна 14 15 Любите Меня Или Не Любите Меня Тут Вопрос Такой Любим Мы Господа Или Не Любим Мы Господа И Все Возвращается Обратно К Первой Наибольшей Заповеди Вот Здесь У нас Написано Иоанн Пишет Слова Христа Любите Меня Соблюдите Заповеди Мои А там Возлюби Господа Бога Всем Сердцем Всей Душой Если Мы Любим У нас Таких Вопросов Вообще Не Будет Возникать Ну а Почему Они Все Равно У Других Людей Возникают Они Как бы Не Признают Это Заповедью Какой Традицией Или Да Проблема В чем Опять же Благодаря Лютеру То Что Пишется Нам Второзаконии О заповеди Там Постоянный Летмотив Все Заповеди Вот Какую Главу Мы Не откроем Мы Будем Увидеть Мы будем Видеть Вот эти Выражения Например Второзакония Одиннадцатая Глава Первый Текст Итак Люби Господа Бога Твоего И Соблюдай Что Повелено Им Соблюдать И Постановление Его И Законы Его И Заповеди Все Дни Или Например Второзаконие Седьмая Глава Одиннадцатого По Пятнадцатый Текст Итак Соблюдай Заповеди И Постановления И Законы Которые Сегодня Заповедуют Тебе Исполнять И Если Будете Вы Слушать Законы Сии И Хранить И Исполнять Их То Господь Бог Твой Будет Хранить Завет И Милость К Тебе Как Он Клялся Отцам Твоим И Возлюбить Тебя И Благословить Тебя И Размножить Тебя И Благословить Плод Чрева Твоего И Плод Земли Твоей И Хлеб Твой И Вино Твое И Лей Твой Рождаемое От Крупного Скота Твоего И От Стада Овец Твоих На Той Земле Который Он Клялся Отцам Твоим Дать Тебе Благословен Ты Будешь Больше Всех Народов Не Будет Ни Бесплодного Ни Бесплодной Вот здесь Самая Основная Проблема Которую Я вижу Это то Что Многие Христиане Считают Что Речь Идет Исключительно Здесь О Каких-то Ритуалах Но Да Действительно Есть И Были Храмовые Ритуалы Которые Были Символами Будущей Голгофы Но ведь Не только В заповедях Эти ритуалы Есть Вот Остальные Заповеди Которые Есть Они Все Имеют Очень Важное Значение Для Формирования Этики Жизни По Божьему Пути И что Бог говорит Бог говорит Тебя Благословит Да Потому что Мы Уже читали Этот текст На прошлых Уроках О том Что Когда Бог Посылает Народ Именно В землю Хананскую Не оставляя Его В Египте Где Все Хорошо Где Нил Разливается Каждый Год И Урожай А тут А тут От дождя Земля Питается Вот Бог Податель Дождя И что Бог Говорит Самая Основная Проблема Если 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 вы Пойдете Просить О дожде Вала То Как вы Можете От Вала Получать Какие-то Благословения Но Если Вы Будете Жить По Моим Уставам А Не По Уставам Вот Тех Которые Поклоняются Валу То У вас И дождь Будет А Дождь Будет Будет Расти Урожай Трава И скот Будет Размножаться И Не Будет И У вас Детской Материнской Смертности И Других Вещей Которые То Бог Очень Четко Все Эти Заповеди Вот Например Что Говорит Если Мы Посмотрим Книга Исход 15 Глава И 26 Текст И Сказал Если Ты Будешь Слушаться Глаза Господа Бога Твоего И Делать Угодное Передачами Его И Внимать Заповедям Его И Соблюдать Все Уставы Его То Не Наведу На Тебя Ни Одной Из Болезней Которой Навел Я На Египет Ибо Я Господь Бог Твой Целитель Твой То То есть Мы Видим Здесь Очень Конкретные Вещи И В Законе В Заповедях Оно Есть И Вопросы Здоровья И Вопросы Справедливости Все Это Есть Единственное Конечно Многие Из этих Заповедей Написаны Языком Той Культуры И Нам Нужно Просто Понимать Как Эти Принципы Применять Сегодня Спасибо Спасибо большое За ответ Я бы Хотел Еще раз Прочитать Отрывок Из Марка 12 Глава 28 По 30 Стих Один Из Книжников Слыша Их Прение Видя Что Иисус Хорошо Им Отвечал Подошел И Спросил Его Какая Первая Из Всех Заповедей Иисус Отвечал Ему Первая Из Всех Заповедей Слушай Израиль Господь Бог Наш Есть Господь Единый И возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим И Всею Душою Твоей И Всем Разумением Твоим И Всею Крепостью Твоей Вот Первая Заповедь Вопрос В том Почему Книжник Этот Спрашивает У Иисуса Именно О Первой Заповеди Дело В том Что Опять же Мы уже Говорили Не Только Есть Хорошие Книжники Но Вообще Есть Многие Вещи Которые Учил Иисус А Равины Фарисеи Они Учили Похожим Вещам Вот Смотрите Что Написано В Евангелии Матфея 23 Глава 2 3 Тексты Сказал На Моисеевом Седалище Сели Книжники И Фарисеи И так Все Что Они Велят Вам Соблюдать Соблюдайте И Делайте По делам Вот Здесь Несколько Моментов В Любой Синагоге Древней Свитки Торы Хранились В Таком Ларе Большом Называется Арон Кодеш То есть Святой Ковчег Вот Там Была Такая Же Стол Кафедра Эти Свитки Извлекались Полагались На стол Приходили Чтецы И читали А вот Справа От Кафедры И От Вот Этого Арон Кодеш Находился Специальный Такое Кресло Вот Часто Его Делали Из Камня Вот Как В Деревне Хорозин Есть Старая Синагога И Я Всегда Вожу Туристов Туда И Сажусь На Это На Копию Этого Седалища Моисеева Потому Что Богослужение В Синагоге Проходило Так Читалось Ну И Сегодня Точно Так же Поэтому Демонстрируем Как Оно Примерно Выглядит В Синагоге Вот И Здесь Читается Текст Торы А Равин Из Фарисеев Книжника Он Сидит На этом Седалище На этом Стуле И Дает Истолкование Объяснение Как Об этом Было Описано Еще В книге Немия Восьмая Глава Вот Так вот Что Говорится Дальше Об этих Фарисеях И книжниках Да С одной Стороны Горется По делам Их не поступайте Ибо Они говорят Они делают И дальше Звучат Много Критических Замечаний Очень Жестких Но С другой Стороны Не надо Забывать Первое Предложение Из Третьего Текста Все Что Они Велят Вам Соблюдать Соблюдайте И делайте То есть Многие Сегодня Ученые Даже Вот Начиная От Известного Равина Седины 19 века Который Написал Книгу Об Иисусе У него Глава Есть Об Иисусе Это Первый Равин Который Написал Про Иисуса Значит В книге Иудаизм И его История Это Абраам Кайгер Так вот Он Впервые Написал Что Иисус Это был Равин Фарисей Вот Многие Вещи Которые Он Преподавал Они Ни коей Мере Не Отличались От Того Что Преподавали Фарисеи И книжники И вопрос Приоритета Да Он Стоял Очень Серьезно Вопрос Какая Заповедь Приоритетнее Например В Талмуде Один из Трактатов Это Про Субботу Так там Обсуждается Вопрос Что Приоритетнее Спасение Жизни Или Соблюдение Субботы Равины Приходят К выводу Соблюдение Субботы Ниже То есть Спасение Жизни Приоритетнее Чем Соблюдение Субботы Ради Спасения Жизни Это принцип Пикох Нефеш Суббота Допускается Нарушение Субботы Но Поэтому Идет Вот Всегда В чем Проблема Естественно Традиционно Особенно Если мы Говорим О Адвентистском Богословии Часто Бывает Так Так Это неправильно Я сказал Не богословий А больше Вот так Бывает Иногда Учат Что Вот Есть Десять Заповедей А Остальное Это все Церемониальный Закон Ну Мы уже Говорили Что Конечно же Есть Храмовые Ритуалы Но Не все Что написано В книге Второзакония И книге И даже В книге Левит Является Церемониальным Законом В раввинистическом Иудаизме Рассматривается Такая традиция 613 Заповедей Ну Они допустим Здесь берут Механически Да Если мы Допустим Смотрим Ага Закон О Том Какое Мясо Можно Употреблять Мясо Каких Животных Какое Мясо Является Нечистым Мы Говоря Об Адвентистском Веручении Да То есть Мы Говорим Что это Не является Церемониальным Законом Хотя Очень Многие Протестанты Именно так И считают Что это Церемониальный Закон Я просто Демонстрирую Показываю Что Неправильно И Церковь Никогда Этому Не учила Но Просто Некоторые Люди В церкви Неправильно Понимают И говорят А вот Есть 10 заповедей Вот Диколог А все Остальное Церемониально Не совсем Так Многие Многие Заповеди Они Не являются Церемониальны Поэтому Здесь Нужно Изучать И книгу Левит И книгу Второзаконие И книгу Числа И книгу Исход Потому что Есть заповеди Не только Касающиеся Чистой И нечистой Пищи Которые Не являются Церемониальными То есть Это здесь Очень Важный Но в иудаизме Оно все Идет На совершенно Другом уровне Там Вот Механически Считается 613 Заповедей Ну В зависимости Как разобьешь Предложение Можно получить 580 Можно получить 650 Ну так Усредненно Вот Как это Традиционно Имеет Такую Определенную Символическую В иудаизме Значение 613 Заповедей Ну и Соответственно Они все Одинаковые То есть Вот этот Вот Книжник Он задает Вопрос О приоритете Да Если мы Посмотрим Когда Иисус Отвечает Этому Книжнику В Евангелии От Марка Мы уже Это прочитали Но я еще Раз Прочитаю Что Говорит Этот Книжник В ответ Хорошо Учител Истину Сказал Ты Что Один Есть Бог Нет Иного Кроме Его И любить Его Всем сердцем И всем умом И всей душой И всей крепостью И любить ближнего Как самого себя Есть Больше всех Всесожжений И жертв Обратите внимание Всесожжения И жертвы Это Какой закон Церемониальный Я не люблю Это слово Но вот это ритуалы Ритуалы Да Это ритуалы Слово церемонии Оно такое Архаичное Вот А вот ритуалы Да То есть Любить Бога Любить ближню Понятно Что Кто это говорит Кстати По тексту Книжник То есть Он не такой плохой Он Знает Священное Писание А вот Что Иисус Говорит В Евангелии От Матфея Так называемая Сокращенная Версия Этого диалога Евангелия От Матфея 22 глава Где он Тоже говорит О двух самых Наибольших Заповедях Да Здесь я просто Специально Показал Что Книжники Здесь соглашаются С Иисусом То есть Иисус Ничего такого Здесь Не говорит Цитируют Второзаконие Вообще Ну естественно То что мы читаем Это цитируется Второзаконие Люби ближнего Как самого себя Где написано Левит 19 18 Я не даром Говорю Что В 10 заповедей В 10 заповедях У нас не написано Не мсти Не имей Злобы На сынов народа Своего Но люби Ближнего Как самого себя Хорошая заповедь И не является Частью 10 заповедей Но Очень важно Иисус говорит Это вторая Заповедь Наибольшая Естественно Мы понимаем Сейчас Мы поймем Почему Иисус говорит И в каком смысле Потому что Опять же Ошибочно Многие христиане Считают Что вместо 10 Иисус Дал 2 Но здесь Очень важно Увидеть Что Иисус Цитирует Из Закона То есть Он не заменил Закон Чем-то Что Дает новое Что-то Да 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 Поэтому Вот посмотрите Опять же Здесь спрашивает Книжник Какая Наибольшая Заповедь В законе Возлюби Господа Первая Заповедь Вторая Возлюби Ближнего Обратите Внимание Как он Подводит Здесь Вывод Матфея 22 40 Возлюби Господа Возлюби Ближнего 40 Текст На всех Двух Заповедях Утверждается Весь Закон И Пророки О То есть Видите Эти заповеди Они лежат В основе А уже 10 заповедей Первые 4 Это Относятся К какому Принципу Возлюби Господа А вторые 6 Ближнего Возлюби Ближнего Хорошо Спасибо Огромное Вам за ответ Я бы хотел Задать вопрос По второзаконию 6 глава Мы читали Сегодня эти тексты Давайте еще раз Их прочитаем 6 глава 4 стиха По 9 Слушай Израиль Господь Бог наш Господь Един Есть И люби Господа Бога Твоего Всем сердцем Твоим И всей Душой Твоей И всеми Силами Твоими И да Будут Слова Сии Которые Я заповедую Тебе Сегодня В сердце Твоем И внушай Их Детям Твоим И говори О них Сидя В доме Твоем И идя Дорогою И ложась И вставая И навяжи Я бы хотел Задать Такой вопрос Просто Не раз Приходится Общаться С людьми Которые Кто-то Родился Может В верующих Семьях Это дети Адвентистов Либо Кто-то Пришел Совсем Юным В церковь Когда его Родители Пришли В церковь И проблема Заключается В том Что Эти люди Говорят Что На определенном Этапе У них Возникает Своего рода Внутренний Конфликт Который Заключается В том Что Что можно А что нельзя То есть Для них Бог Это Бог Ограничений Вот Вопрос В том Как И мы Прочитали В этом Тексте Есть Тут Такой Призыв Научить Внушать Детям И говорить Им О том О заповедях О законе Как Правильно На практике Это сделать Чтобы Избежать Подобных Ситуаций Очень Очень хорошим Примером Является То Что происходит Сейчас В наших Штатах Вот У нас Наркотики Стало Понятно Уже Давно Какой-то Страшный Вред Включая Такой Наркотик Как Марихуан Большому Сожалению Люди Они Некоторые Этого Не понимают Они Употребляют Эту Марихуану Направо И налево Единственное Что Раньше За это Было Это Было Криминал Сейчас Марихуану Декриминализировали Что Естественно Отразилось На том Что Наши Дороги Стали Намного Более Опасными Потому Что Очень Много Водителей Сегодня Едут Под влиянием Употребления Марихуаны И Это Увеличило Огромное Количество Автоаварий Со Смертельным Исходом Страдают Люди Вот Вопрос В чем Если Человек Считает Что Запреты И Все Эти Рассказы О том Что Марихуана Плохо Это Все Неправда И Он Только И Хочет Эту Марихуану Курить Ну С этим Ничего Невозможно Сделать Когда мы Читаем Книгу Второзаконие Когда мы Читаем Вообще Тору То мы Видим Что Каждая Из заповедей Она имеет Смысл Если Человек Не Хочет Понимать Смысл Это Он Все Будет Воспринимать Как Какие То Ограничения Если Человеку Скучно Приходить В церковь Скучно Изучать Библию Скучно Слушать Проповедь Тогда Все Что Угодно Ты С ним Не Сделай Он Будет Это Воспринимать Как Ограничение И Задача Заинтересовать Получается Своевременно Главное Чтобы Не Было Как В Словах Иисуса Касательно Реакции На Проповедь Евангелия Посмотрите Евангелие От Матфея Одиннадцатая Глава Шестнадцатого По Восемнадцатый Текст По Девятнадцатый Текст Но кому Подоблю Руцей Он Подобен Детям Которые Сидят На Улице И Обращаясь К своим Товарищам Говорят Мы Играли Вам На свиреле И Вы Не Плясали Мы Пели Вам Печальные Песни Вы Не Рыдали Ибо Пришел Иоанн Не Ест Не Пьет И Говорят В нем Бес Пришел Сын Человеческий Ест И Пьет И Говорят Вот Человек Который Любит Ест И Пить Вино Друг Мытарям И Грешникам И Оправдана Премудрость Чадами Ее Сегодня Мы Живем Непростое Время Если В средние Века Людей В церковь Загоняли Страхом Потому Что Если Ты Не Приходишь В церковь Ты Еретик И Тебя Сожгут На Костре То Сегодня В этом Секулярном Обществе Получается Так Что Многие Люди Не Хотят Верить Бога Вопрос Силой Не Заставишь А Что Делать К Сожалению Мы Живем В таком Мире О Котором Иисус Говорит Прочтите Евангелие От Луки 18 Глава И 8 Текст Сказываю Вам Что Подаст Им Защиту Вскоре Но Сын Человеческий Придя Найдет Ли Веру На Земле Это Может Быть Где-то Печальная Реальность О том Что Всегда Есть Люди Которые Если Их Не Загонять Силой То У них Интереса Нет И Это Последствия Двух вещей Первое То Что у человека Есть Свободный Выбор А второе То Что мы Живем В мире Греха Свободный Выбор Это значит Человек Выбирает Не идти За Богом А то Что мы Живем В мире Греха Означает Что у Такого Человека Который Решил Не идти За Богом Находится Альтернатива Находить Себе Всевозможные Греховные Утехи И Поэтому Эти Утехи Намного Интереснее Чем Быть Церкви Для Некоторых Людей Пока Человек Не изменит Своё Сердце Своё Сознание Здесь Трудно Что-то Сделать Я знаю Честно Говорю Я Люблю Разносторонние Жизнь Церкви Я Люблю И посмеяться Если кто-то Умирает То мы вместе Плачем Я люблю Чтобы была Разная музыка И разные Мероприятия Люблю Изучение Библии Совместное Проведение Времени На природе Масса Всего Можно Делать Некоторые Церкви Они Боясь Потерять Людей Особенно Это проблема Американского Западного Общества Они Боясь Потерять Людей Они Просто Превращают Всё Сплошное Развлечение Но Одни Развлечение А другие Наоборот Зажимают Гайки Ну да Есть и другие Где там Сплошное Зажимание Гаек И там Не спасёшься И там Не спасёшься И там Не спасёшься А других А сплошное Развлечение Ну Кто-то На это Клюёт И всю Жизнь Только Развлекается Проблема В том Поможет ли Этому Сплошное Развлечение Этому Чеку Сделаться Ценно Целостной Эмоционально Зрелой Личностью Способной Иметь Хорошую Христианскую Твёрдую Крепкую Христианскую Семью И воспитать Своих детей В каких-то Серьёзных Принципах К сожалению Развлечение Это хорошо Но если Только Одно Развлечение И нет Серьёзного Мыслительного Процесса На каком-то Этапе Ну то Это Всё Превращается В неизвестно Что Вот Поэтому Тут вопрос Конечно Я могу Понять Этих людей Которые Может быть Выросли Вот В таком Вот Перфекционистском Семье Перфекционистской Церкви Одна Из проблем Перфекционизма Заключается Как раз Вот Именно Перфекционизм Он создаёт Вот эти Нельзя 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 Да Вот Этот Перфекционизм Он порождается Прежде всего И в основном Те кто двигает Этот перфекционизм Это люди Это люди Которые Которые Не делают Того Чего Чему Они учат Они приходят В церковь Они встают За кафедры Они учат Субботние школы Они всем Ставят Планки Но Домах Иисус Это хороший Спорт Ну Я не против Спорта Люблю Велосипед Вот Кто-то Любит Волейбол Но Не только Спорт Один Не спортом Единым Будет Жив Человек Аминь Спасибо Вот Поэтому Давайте Помолимся Чтобы у нас Было Сбалансированное Понимание Того Что нам Хочет Господь Дать И что Заповеди Божьи Это Не инструмент Давления И подавления Свободы И каких-то Ограничений А наоборот Путь К счастливой И благословенной Жизни Помоги нам Господи Увидеть Твой Святой Характер Через Те Заповеди Которые Ты Даешь Нам Ибо В них Есть Долгота Дней Наших И Ими Мы можем Жить Целостной Полноценной Благословенной Жизнью И здесь На земле И в Вечности Аминь 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 Аминь